С начала паводка на территории Северо-Казахстанской области подтопило 20 домов. Эвакуированы 30 человек. Произошли 30 переливов на автомобильных дорогах региона. Из них действующих 20. 6 дорог областного значения и 14 районных. Подробнее о паводковой ситуации в регионе расскажет наш корреспондент. В связи с обильным таянием снега и поступлением талых вод в селе Красная Поляна Таиншинского района произошел заход воды в 6 жилых домов. Проведена эвакуация 4-х человек, а также 27 голов животных. В настоящее время проводятся инженерные работы по возведению земляного вала. Уложено 500 штук мишкотары. В селе Доброжановка подтопило 5 дворовых территорий. Произошло вскрытие двух дорожных полотна. Это именно в Таиншинском районе областная дорога Таинша-Телеровка, где для отвода талых вод была вскрыта данная автодорога. На данный момент у нас с Таиншин до Телеровки прямого движения нет, но есть объездная дорога через Алексеевку. Кроме того, у нас также скрыта районная дорога. Это получается Телеровка-Южная. Также эта районная дорога была скрыта для проведения, получается, для пропуска талых вод. На сегодняшний день наполняемость Сергеевского водохранилища составляет 772 сантиметра, Петропавловского – 698. Селитинское водохранилище наполнено на 97,57%. Отметим, что областной, городской и районные оперативные штабы продолжают функционировать по всей области. Интенсивно ведем наблюдение за Сергеевским водохранилищем, где у нас уровень наполнения на сегодняшний день составляет 95%. Также внимательно мониторим Таиншинский район, потому что у нас с Чагринского водохранилища вчера, если были сбросы у нас 60 метров в кубических секунду, то сегодня они уже увеличили до 90 метров в кубических секунду, что также может повлиять на поводку обстановку. По мнению представителей КАЗ «Гидромета», резкое потепление и осадки в виде дождя стали причиной образования большого количества талых вод. В ближайшее время ожидается пульсовая температура, снеготаяние продолжится. Камиля Хамедулина, Служба новостей.